всем привет продолжаем играть ведьмака 2 эти подальше отойду от этого храпа так предыдущая серия мы проходили задание связанная с мастерской какого-то чародея вместе с цинтией еще группы людей мы разгадывали его загадки чтобы открыть его мастерскую и там мы нашли магический предмет с помощью которого можно читать мысли на расстоянии цинтия нам позволила прочитать мысли о воспользовавшись этим предметом и мы должны были выбрать 1 я думал что можно будет прочитать мысли всех но оказывается энергии хватило только для того чтобы считать мысли у одного человека ее помощник еще один чародей был недоволен тем что она нарушила правила она работает на государство и это он посчитал к считал предательством решил ее убить но у него ничего не получилось помимо ее помимо ее с ним еще дрались мы поэтому его попытки были тщетные сенсия признала что она симпатизирует нам и это был неожиданно в данном случае что был тогда мы ее рассматривали как предательницу сейчас обстоятельства изменились не циньте не филиппе однозначно доверять нельзя с одной стороны с другой стороны цинтия показала себя не сказать что нашим другом но все-таки она нам доверилась и позволила воспользоваться этим предметом и подкрепив это предложение по поводу возможности воспользоваться этим магическим предметом тем что она призналась что она симпатизирует нам если бы она хотел завести нас в ловушку стала бы она рисковать человеком который вместе с ней пришел по той же самой причине и отправил кто-то на кого она работает кто-то во главе нильфгарда отправил ее она должна была написать рапорт по поводу о проделанной работе естественные придется указывать какие-то недочеты навряд ли она будет писать правду что она убила своего помощника чародея я думаю что она напишет какую-то другую причину выдуманную что могло и помешать забрать либо найти этот магический предмет да но все получилось как нельзя лучше и она справилась с этой задачи что-то в этом духе я думаю будет там написано и она пригласила нас с ней поговорить встретиться по моему в трактире здешнем где-то здесь комнаты сдает сейчас мы найдем это место но она мне не было отвратительно просто мы и не рассматривали как романтического партнера по той причине что мы считали ее предательницы да но так как события в игре развиваются непредсказуемо если бы я проходил эту игру я бы знал они развиваются поэтому могла бы заранее знать с кем геральт возможно будет здесь общаться с кем категорически я не буду устроить взаимоотношения так как я не проходила ведьмака то есть я в первый раз играю по это причине мне стало интересно и возможно даже не сказать что какое-то глобальное будущее есть у них месси она просто приятный флирт и думаю что может еще что-то больше потому что я намеки были неоднозначны так как геральт у нас любители женщин заядлый такой казанова я думаю что стоит все таки с ней поговорить и узнать ее поближе как человек и и там уже будет понятно захочет он с ней дальше какого-то развития или не захочет филиппа сбежала это было в предыдущих сериях там я еще несколько серий не выгрузила сейчас я записываюсь последнюю печать мы не нашли мы разгадывали квест связанный с горгулями нам нужно было закрыть последнюю печать чтобы горголи больше не беспокоили местных жителей она я не смогла найти поэтому сейчас мы пока идем говорить с сцинтии сцинтия книги дэр хэна подземельях локму и не геральт нашел множество разрозненных дневников дэр хэна в одном из них чародей упоминал книгу собственного сочинения учитывая несомненно гениальность автора ночный труд дэр хэна должен был иметь огромную ценность и его было бы неплохо отыскать та же мысль посетила цинтия причем чародейка оказалась ловчее нашего героя опередила его сочинение дэр хэна попала в руки нелюгарцев то есть цинтии а далее я думаю она еще не успела отдать эту книгу возможно она нам позволит ее прочесть либо посмотреть то что нам необходимо узнать какие-то данные сведения и далее не знаю как они смогут договориться либо с помощью магии они смогут ее скопировать но а в дальнейшем если она не захочет предать нелюгарцев и какие-то непредвиденные обстоятельства произойдут о которых мы еще не знаем да если таких обстоятельств не будет она вряд ли она даст книгу геральту так у нас еще и встреча чародеев войти в амфитеатр на переговоры это задание связано с ее рветом у нас там ждет это по моему по основному сюжету еще зная спасением саски а где именно можем ее найти в трактире наверно трактир у нас находится не очень далеко а либо где-то в другом месте здесь место где сдаются комнаты кстати говоря с ним мы еще раз на кулаках сразились у нас подкараулил я подумал что он приведет собой шайку бандитов будет драться нечестно но на второй раз попросил реванш на что мы им отказать не смогли после удара кулаком по лицу геральта мы второй раз его отлупили после чего я думаю всякое желание отбили у него чтобы задирать нос и кричать что это был нечастный бой геральта это было не нужно это нужно было его но он получил спал на так вот сенсия давай с ней поговорим надо бы поговорить конечно ты отлично притворялась вергине хорошая начало для разговора вергине я дал себя провести никак не думал что девушка с таким милым личиком фанатично мечтает завоевать весь север издевайся сколько хочешь я правда не вижу для человечества иного выхода кроме единой великой империи разные народы под общей короной с общими правами с развитой торговлей промышленностью наукой никаких воин звучит неплохо скажи если у вас вдруг получится и 1 старости лет с удовольствием пожил в чем-нибудь эдаком ну да идея как иллюзия заманчиво чтобы достичь этой идеи сколько к воин придется пережить потому что люди не захотят отдавать свои владения над которыми они считают себя властителями королями поэтому чтобы достичь этого мира без воин придется еще в два раза больше воин пережить жить в единстве и в гармонии у меня тоже внутри есть такое желание как только я начала интересоваться такими вещами маленькой конечно я не сознавала почему у меня некоторые представления о мире отличаются представления мире которые внушали мои родители говорили взрослые и мои сверстники но уже лет так в одиннадцать я стал уже задумываться о том что все таки мир не такой какой он есть и дальше уже по взрослению по возможности я искал любую возможность читать ту или иную информацию и искала возможность о таких вещах поговорить со своими сверстниками на что убедилась что один процент или два процента из всех людей которые окружали меня интересовались такими вещами далее уже когда я стала взрослой появился интернет если даже при все в пример это сообщество как youtube каналах которые люди говорят о подобных вещах можно увидеть очень много комментариев и кажется что таких людей много потому что они все собираются в одном месте на самом деле сейчас отношение процентное конечно стало больше потому что люди действительно стали больше интересоваться кто они откуда они почему вот так вот просто нам сказали что мат обезьяны произошли все поверили да с учебников по биологии очень странно что люди больше интересуются о том сколько нужно заработать денег и не интересуются вообще даже когда у них свободная минутка так скажем появляется интересуются своим происхождением вообще кто они откуда они то есть у них все черным по белому так как говорят все просто о чем еще париться чем меньше вопросов тем крепче спишь но на самом деле искание заканчивается когда нет вопросов это правильно но это своего рода путь и познание опыта индивидуального опыта каждой души до эту тему сейчас я развивать не буду так вот вернемся к тому моменту что когда мне начали снится яркие сны и такие как реальности очень сложно отличить от реальной жизни тот кто такими вещами интересуются знает что есть осознанные сновидения есть еще другие измененное состояние сознания те же астральные путешествия если люди интересуются за те рекой то им не нужно сейчас ничего доказывать они на своем опыте знают и таких людей много таких людей очень много и и можно сказать каждый второй даже те кто совершенно не интересуются такими вещами очень атеистичен материалистичен я могу сказать что каждый 2 это делать каждую ночь просто они об этом не помнят еще говорить о людях которые не помнят даже о том что объяснится не просто вы что не снятся сны но такого быть не может может быть один процент из всего населения и либо у тех у кого нет души те у кого души нет с этим вопросом очень сложно даже мне рассуждать на такую тему потому что если у человека нету основы что составляет его как внутреннее ощущение что он есть то это просто как какой-то список программ заложенные это как биокомпьютер какой-то и он действует исходя из этой программы вот на эту тему я рассуждать не буду вот у меня была тоже такая же идея очень давно зародилась о том что я смотрела на эти новости на эти разногласия на споры мне все больше и больше росло желание чтобы люди объединились конечно это одним словом так сказать потому что борьбой спорами ненавистью местью таких вещей не добьешься естественно каждый человек должен к этому прийти внутри себя и тогда люди уже смогут стать и неным целым это я говорю о единстве гармонии благодарности и все это вместе под чувством любви то во что верят большинство людей подключает свои чувства и ощущения то реально и будет в нашем мире так как людей подключают к мышлению негативному то и больше 60 процентов на земле мыслят таким же способом очень сложно поверить когда люди сводят концы с концами что мир может измениться на самом деле это не так сейчас больше людей понимают что нужно мыслить положительным образом даже когда все плохо смысл нагнетать еще больше если конечно осознавать этот момент лучше во всем искать хорошее но либо в лучшем случае конечно принять как она есть и лишний раз не нагнетать еще ситуацию но это тоже отдельная тема так вот просто нельзя заставить человека мыслить положительно вообще заставлять никого ничего нельзя особенно и те люди которые такими вещами еще даже не интересуются то есть это все должно происходить постепенно сначала просыпается любопытство и потом уже после этого любопытства даже наш что-то следовать внутренние ощущения и взгляды на мир они будут потихонечку меняться вот то что предлагают нам здесь это не мое представление в идеальном мире здесь просто эта группа чародеев и чародеек захотела власти под своим началом она будет рассказывать всем о единстве о том что так лучше его не будет на самом деле они просто установят свод своих правил которым нужно беспрекословно подчиняться с помощью своих чар они будут подчинять и воли возможно смогут добавлять и на сознание судя по тому какими методами добивалась филиппа всего того что она хотела добиться на она и те кто будет к ней прислушиваться не побрезгуют этим поэтому ничего в этом прекрасного я не вижу вот если например такие как геральт предложили как они видят мир но таких как геральт это совершенно не интересует возможно они могли бы просто прислушиваться к таким людям как геральт те которые совершенно издалека за этим всем наблюдают не преследуя никакой выгоды для себя в первую очередь если бы он об этом задумался он стал думать как сделать лучше для большинства но при этом как не потерять индивидуальность эти вещи приходят в жизнь человека когда он интересуется своим внутренним миром развалины могут скрывать множество тайн без сомнения это был великий прекрасный город идея закончилась когда прибыли войска нордлингов ты думаешь если бы это была армия императора город бы уцелел это ваши короли довели до войны сайн сейтхи нильфгард всегда поддерживал с эльфами мир знатно тебе промыли мозги мы пережили очень интересное приключение цинтия такие приключения сближают и гораздо сильнее чем то в сергине ты получила повышение еще нет но его императорское величество ценит усердие а он умеет отличать правду от лжи что ты имеешь в виду могу предположить что император понятия не имеет о том что его доверенная чародейка помогла мутанту убить нильфгардского мага это была успешная и очень опасная операция потери в ней были неизбежны такой формулировки ему будет достаточно у тебя есть время поговорить или ты снова спешишь на задание даже не львгардский агент должен отдыхать там чародейка не может пройти она сейчас будет маячь на заднем фоне когда будет переключаться на вид на вид цинтия она будет маячить сзади текстуру ее кожи я знаю фолиантия ты знала зачем мы идем в мастерскую не понимаю самого начала тебя интересовали штаммы бактерий которые убили вранов точнее заметки которые сделал дэйрхена исследуя их это очень опасное знание думаю именно поэтому император так в нем заинтересован на севере царит хаос единственное чего вам не хватает так это эпидемии она могла бы начаться если бы книга дэйрхены попала в плохие руки на счастье она попала в самые достойные самые просвещенные руки к императору эмгиру именно так императора нельфгарда эмгер это все о чем мы с ней должны были поговорить ты уже использовал артефакт я пытаюсь сделать его посильнее думаю такое устройство может пригодиться я нашел кое какие заметки дэйрхены он изучал историю вранов правда в том числе он несколько раз упоминает в эпидемии лог муи не скрывает больше тайн чем нам кажется наверное мы никогда не откроем их до конца если верить дэйрхене эта эпидемия была как-то связана с аэнсейтхи возможно враны заразились от эльфов я не разбираюсь в болезнях ведьмак но может быть дэйрхена был прав и конец цивилизации вранов был гораздо ужаснее чем нам казалось мне очень трудно верить твоим словам ты пришел меня обижать нет прости так что тебе нужно я хотел узнать настоящую центию интересно будет разговор после этого ли он сразу привезли к систем ну мне стало интересно какая центия встретит меня на этот раз шпионка колдунья или может быть женщина а кого ты хочешь увидеть настоящую центию предположим ты говоришь с ней ну как скажем она мне нравится не умеешь ты делать комплименты может теперь ты скажешь зачем ты меня пригласила скажем мне было интересно какого геральта встречу я и и я думаю для этого она его и пригласил поют министрели о темпераменте женщин с юга и об их искушенности я люблю все новые я заметил прощай висей жаль что все только для этого свелось можно было бы раскрыть личность цинтия не намного больше не просто как для потрохушек уж извините меня в его жизни так полно такого добра могли бы показать развитие взаимоотношений сначала нам показали ее как шпионку теперь она признала симпатия рассказала бы свою историю по ходу игры мы могли бы еще с ней встретиться там конечно бы все равно все могло завершиться все бы завершилось постельной сценой но все таки это было очень легкомысленно цинтия выглядела по своем желании переспать с геральтом ничуть не лучше чем те куртизанки которые обитают в борделях так и зелькара там уже встретились второй раз я об этом сказала так и зелькара там мы уже встретились второй раз я об этом сказала была драка на кулаках где нам найти еще одну печать я не знаю это про филиппу с цинтией в казармы пробраться там очень много стражников конечно можно на несколько раз пропасть и туда пробраться может быть там еще последняя печать не просто может быть так они еще что-то охраняют лёжа на медвежьих шкурах пока та извивается и стонет и умоляет так солдаты снова появились попробую тогда сейчас почему нельзя то здесь тоже нельзя как обычно ничего особенного да почему нельзя а здесь ну здесь огромное место тут нас никто не видит чё уж ты помедитировать здесь не можешь ребята вы что-нибудь охраняете может быть не можем туда пройти эй ты ты эй ты ты попробую посмотреть что там внутри может без охраны сможет помедитировать нас убили символ солнца м 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